Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова я, Милена, и это с тебя вопрос, с меня ответ. Итак, первый вопрос задает Дарья Панкратова, она спрашивает, сама ли я учусь играть на музыкальных инструментах? Разумеется, да, я никогда не ходила ни в музыкальную школу, меня никогда никто ничему не учил, то есть я нахожу в интернете аккорды, пытаюсь как-то учиться сама их ставить, это, конечно, долго, нудно. Также на синтезаторе я просто нахожу видео, где люди играют, смотрю на их пальцы и пытаюсь повторить, и вот так вот учу-учу, и в итоге получается выученная мелодия, так что если вы нигде не учитесь и думаете, что это сложно, просто попробуйте, если вам действительно хочется, у вас получится. Следующий вопрос, который волнует нам просто десятки человек, где же Шингис? Что Шингисом? Куда он делся? И сейчас вам отвечу. В общем, ребят, я не общалась с ним и не видела с ним с декабря, как он улетел в Ташкент, а он улетел в Ташкент, да, теперь это вы все официально знаете, и я не знаю, что там с ним, как там он, но вроде все хорошо, и вроде даже жена от него не ушла, и птичка мне напела, что у него там своя танцевальная школа, так что ребяти из Ташкента можете прийти и передать пламенный привет. Следующий вопрос, опять же, от очень большого количества людей. И что же у вас с Ларином? Так что же у нас? Катика Мороз спрашивает, хотела бы сделать гомунклу или уже сделала? Вопрос, можно вам теперь? Где я возьму семья? То есть, в Ашане, как покупал Сняк, я не могу купить, поэтому, увы, гомунклу мне не сделать. Таня Иванова спрашивает, как бы ты охарактеризовала себе лучшую подругу? Ну вот, я лучше отвечу свою лучшую подругу, это Света, и два слова. Агент Скворк. Следующий вопрос от Кати Абуевой, она спрашивает, как ты относишься к хейтерам? Галя Точка спрашивает, Милен, какая вероятность, что я попаду в видео? Большая. Кристина Александрова спрашивает, Милешка, будешь перекрашивать волосы в другой цвет? Конечно, когда мне надоест синий, или когда мне вдруг захочется чего-то нового, я перекрашусь, и вы уже знаете какой-то цвет, если не знаете, то я скажу снова, это будет красный, ну или такой больше винно-бордовый, то есть темно-красный. Вот, а пока что синий, потому что я очень люблю этот цвет, я долго возвращала его, так что я с ним буду еще долго. Дима Алексеев спрашивает, что так привлекает в азиатах? Я очень долго думала, как ответить на этот вопрос, потому что я сижу и такая, а что же? То есть, я не знаю, что, но что-то привлекает, наверное, просто то, что они азиаты. Я не знаю. Ксения Дастина спрашивает, сколько лет ты вегетарианкой, почему ты стала ей? Я как бы, у меня такая история, то есть, я и не становилась. Дело в том, что с детства меня всегда насильно впихивали и мясо, и рыбу, ладно, не всегда, но вот мясо, курицу, мама пыталась меня всегда впихивать, родители с детства, то есть, типа, что это нормальная пища. И мне она не нравилась с детства, меня просто тошнит от вкуса, и все детство я терпела, я мучилась. И только в 15 лет, когда у нас была в гостях одна знакомая, она сказала, типа, ну, пускай она ест, что хочет. И мама тогда сказала, действительно, ешь, что хочешь. И с того момента меня никто не пихает мясо, потому что какие только истории не происходили. Я давала все собаке, я подкидывала брату, когда говорила ему, эй, посмотри, кто там в окне. То есть, мой брат перед постоянно отворачивается, я ему подкидываю это мясо, и он ест, даже не замечает. То есть, я ему вот так бывало все порции выкидывала, либо в окно, либо в туалет ходила. Причем, я брала все мясо в рот, прятала, бежала, типа, в туалет, выплевывала, все смывала, и вот такие веселые истории. На этом все, спасибо вам огромное за просмотр. Свои вопросы можете оставлять под этим видео, либо когда я создаю специальную тему ВКонтакте обычно. И, ребят, большинство вопросов, 90%, это просто какой-то трэш, потому что, если посмотреть на то, что вы спрашиваете, реально, вы серьезно? То есть, там есть такие вопросы, которые, ну, реально странные, мягко говоря. Вот, поэтому адекватные и интересные вопросы задавайте, и тогда я обязательно на них отвечу. Вот, также вы можете задавать вопросы в твиттере с хэштегом AskMurmur. Я говорила это в самых первых выпусках, с тебя вопрос, с меня ответ, потом она как-то перестала, потому что тогда твиттер у меня был вообще никак не развит. Но так как сейчас я там сижу постоянно, и мне удобно будет по хэштегу искать ваши вопросы, так что вероятность того, что именно ваш вопрос попадет в мое видео, очень возрастает. Так что, да, и на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте палец вверх, и если вы все еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok